А накануне в Авдеевке подорвался на мине майор госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сапер с шестилетним стажем, у которого за плечами тысячи обезвреженных мин, попал во вражескую ловушку. Сейчас он находится в больнице имени Мечникова в Днепре. С ним поговорила Елена Миндалюк. Спустя сутки после ранения Анатолий чувствует себя гораздо лучше. Говорит, наконец-то ушла головная боль. Рассказывает, мина взорвалась в метре от него. Сапер как раз занимался чисткой трассы Константиновка-Донецк накануне приезда миссии ОБСЕ. Служба безопасности заметила на обочине две противопехотные мины. Спасатель предполагает, они предназначались для наших военных. Между позициями 80 метров, если бы на них, то работали бы с той стороны люди. А так как это возле наших позиций натыкана, должны были бы снять. МОН-200, ну, видимое, МОН-200 на горке с землей стоял, установлено. Но направлено на наши позиции. Обезвредить вражеские мины Анатолий не смог. Напоролся на мин-ловушку. Есть мины-ловушки стандартные, так скажем, которые ставятся под какие-то предметы. Но у меня были бы какие-то осколки на лице. Вот, так, в принципе, тело у меня защищено было бронежилетом, каской, ну, то есть, фартухом. Вот, и поэтому, я так понимаю, там, может быть, шашечка какая-то и была вместе с датчиком движения. Я даже не успел ничего трогать. В полтора метра от нее. В результате взрыва у Анатолия черепно-мозговая травма, перелом правой руки, осколками посекло лицо. Больше всего пострадали глаза. Впрочем, прогнозы врачей обнадеживающие. Он в состоянии средней тяжести. В жизни его ничего не угрожает. Однако предстоит еще впереди провести несколько операций на глазах, чтобы восстановить полностью зрение. Афтальмологи уже сделали все необходимое для того, чтобы он видел, он видит тени. И в ближайшем будущем дают гарантии, что зрение обязательно Анатолий сохранит. В больнице с Анатолием постоянно находятся коллеги-спасатели. Сам мужчина из Славянска вот уже шесть лет работает сапером. На его счету тысячи обезвреженных вражеских мин. Он убежден, как только станет на ноги, тут же вернется на службу.